Технический прогресс шагает быстро до маленькими шажками, что очень хорошо видно по смартфонам. Если взять разрез в несколько лет, то разрыв по характеристикам колоссальный, иначе и не скажешь. Но вот между соседними устройствами такой разницы нет, но хоть ты тресни. Именно поэтому нас часто спрашивают, что купить G3 или G4, 5S или 6, Note 4 или S6. Как вы уже догадались по мелькающим в кадре смартфонам, сегодня мы попытаемся сравнить два последних устройства от Samsung Galaxy S6 и Note 4. Ну почти Note 4. На ближайшие 10 минут давайте представим, что этого изгиба здесь нет. В любом случае с вами Дмитрий Луценк и проект Ferum.com. Погнали! Первым делом поговорим о внешности. Galaxy Note 4 является одним из первых гаджетов компании, корпус которого перестал быть исключительно пластиковым. Помимо на совесть прокрашенной алюминиевой окантовки, все остальные элементы выполнены из более типичных для производителя материалов. Стекла в случае лицевой панели и пластика под кожу в случае тыльной. Таким образом намек на премиальность можно разглядеть разве что в вышеупомянутом кантике. S6 же в свою очередь гораздо больше походит на элитный продукт. Лицевая и тыльная плоскости сделаны из закаленного стекла, а кантик полностью металлический. И о чудо, на нем нет ни капли краски. С точки зрения эстетики я не думаю, что стоит скрывать гораздо большую презентабельность внешности S6, который выглядит намного богаче Note 4. Здесь вам и переливающийся цвет задника, и элегантная форма анодированного канта, и все прочее. Note 4 в свою очередь может похвастать большей практичностью. Пластик царапается и бьется далеко не так сильно, как стекло при прочих равных. Да и маркостью его псевдокожа на заднике тоже не болеет, чего о стекле не скажешь. Особенно это касается темного цветового решения, как у нас. Эргономика смартфона очевидно более хороша, так как он имеет заметно меньший дисплей и соответственно габариты. Также S6 более легкий и ощущается более изящным, хотя на самом-то деле заметной разницы в толщине этих устройств нет. Качество сборки обоих гаджетов довольно хорошее, хотя от компании такого уровня это вполне ожидаемо. Дисплей и устройств представлены AMOLED матрицами с квад HD разрешением диагональю 5.1 и 5.7 дюйма. Несмотря на немного отличающуюся плотность пикселей, разглядеть точки ни на одном, ни на втором экране мне не удалось. Четкости картинки за глаза достаточно для любых задач. Углы обзора, как и диапазон яркости тоже не подкачали. По этим параметрам экраны топовых устройств Samsung в последние годы являются одними из лучших на рынке, что есть того не отнять. Цветопередача картинки традиционно для светодиодных матриц немного резкая и перенасыщенная, причем у Note 4 цвета чуть более сочные. Учитывая то, что в последнее время приверженца в этой технологии стает все больше, я оставлю свое скромное мнение при себе и назову такую картинку ярким достоинством обоих смартфонов. В целом экраны гаджетов можно назвать с натяжкой идентичными, ведь небольшую разницу в плотности пикселей вы на глаз точно не определите, а по всем остальным параметрам они полностью аналогичны. За производительность гаджетов отвечают разные аппаратные платформы. В случае S6 это чип Exynos 7420, тогда как в Note 4 может быть установлен либо его предшественник 5433, либо аналог от Qualcomm по имени Snapdragon 805. Оперативки и там и там по 3 гигабайта, встроенные в Note 32 с возможностью расширения. В S6 же объем накопителя фиксирован и может варьироваться от 32 до 128 гигабайт. Производительность устройств в реальных задачах мало чем отличается, так как любые приложения работают на них изумительно, ничего не тупит, все листается плавно и гладко. К работе игр тоже каких-то претензий нет. Синтетика же немного разделила устройство, отдав более высокие баллы свежему девайсу, что впрочем неудивительно, учитывая более современную начинку. Последнее, к слову, стало причиной очень недурственного нагрева гаджета под большими нагрузками, чего за Note 4 я не замечал. Питают устройства аккумуляторы емкостью 2550 и 3220 мАч соответственно. Учитывая разницу в производительности и обратно пропорциональную разницу в объемах батареек, неудивительно, что в повседневном использовании S5 живет меньше Note, а именно сутки против почти двух полных дней. Как по мне, разница ощутимая, так что если вам нужен автономный смартфон, вы знаете, в чью сторону стоит посмотреть. Одним из схожих элементов технического оснащения смартфонов является сканер отпечатков пальцев, который с прошлого года является отличительной особенностью флагманских смартфонов Samsung. Разница в датчиках наших гостей состоит в том, что по сенсору Note 4 пальцем нужно проводить, а в S6 он считывает информацию при касании. Капитан намекает, что второй вариант на порядок удобнее. С другой стороны, не могу не отметить, что в обоих устройствах биометрический датчик работает довольно хорошо, за что производителю от меня низкий поклон. Также одним из объединяющих устройства факторов является датчик сердечного ритма, расположенный на тыльной панели. Помимо подсчета пульса, эта штука умеет оценивать состояние организма и уровень стресса. Короче говоря, небезразличные к своему здоровью люди явно ее одобрят. Переходим к вопросам мультимедийным. В плане качества звука смартфоны оказались практически идентичными. Звучание динамиков очень схожее, скорее всего и сам динамик в устройствах установлен один и тот же. Звук не идеальный, но весьма приятный, как для смартфона с одним спикером. Звучание через наушники тоже на одном уровне. Звук весьма приятный, чистый, четкий и ламповый, что может понравиться далеко не всем. Если вдруг вас не устроит усиление частот, их всегда можно поправить во встроенном эквалайзере. Камеры в смартфонах Samsung по праву считаются лучшими на рынке, даже несмотря на то, что производятся они компанией Sony. Наша парочка не стала исключением. Фотки эти смартфоны снимают действительно шикарные. Про видео, впрочем, можно сказать то же самое. Из примечательных моментов могу отметить возможность записи роликов в 4K, а также множество режимов, вроде панорам и замедленного видео. Если говорить о сравнении, то камера в S6 понятная, дело чуточку, лучше и по резкости, и по скорости, и по всем остальным параметрам. Но это превосходство является настолько незначительным, что им можно пренебречь. Из реальных достоинств нового флагмана я бы отметил режим M, который в Samsung обозвали Pro. Здесь в руки пользователя попадают все настройки фотографии в ручном режиме. Истинные ценители мобильного фото явно оценят. С программной точки зрения перед нами два смартфона на Android Lollipop, но с разными версиями оболочек, что отлично заметно по их оформлению. Базовый функционал UI в смартфонах одинаковый. Система насыщена разнообразными фишками, к которым можно отнести те же жесты и режим максимального энергосбережения. Он беспощадно рубит функционал смартфона, но при этом дает ему сил дожить на нескольких процентах батареи до конца дня. Функциональным преимуществом Note 4 является его перо S-Pen и огромное количество плюшек, связанных с ним. Например, можно писать заметки и оставлять замечания на скриншотах. Также он будет удобен дизайнерам, ведь сенсор экрана распознает 2048 градаций сил нажатия, что явно пригодится при рисовании. Немаловажным качеством Samsung является большое количество фирменных сервисов, которые на первое время способны заменить множество сторонних аналогов из маркета. К числу таких можно отнести и менеджер заметок S-Note, и тот же S-Health, который с легкостью поставит на лопатки подавляющее большинство фитнес-приложений. Пришло время подводить итог. Несмотря на то, что перед нами устройство якобы из разных классов, их многое объединяет. У них шикарные дисплеи, мощное железо, хорошие камеры и толковый софт. Отличаются они эргономикой, которая лучше у S6, и функционалом, который значительно шире у Note 4. Ну и цена, естественно, также разная. Вот этого крупного парня со стилусом можно купить в Украине за 745 долларов, тогда как цена стеклянного господина стартует от 870 за 32 гигабайта и заканчивается полуторами тысяч за версию на 128 гигабайт. Учитывая ранее упомянутые отличия, сделать выбор среди этих устройств будет довольно легко, особенно если вы действительно знаете, чего хотите от своего смартфона. Эти смартфоны и аксессуары к ним можно купить по приятной цене в магазине Galaxy Store.com.ua, ссылочки будут ждать вас в описании к видео. С вами был Дмитрий Луценко и проект Firm.com, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр, пока! Субтитры подогнал «Симон»!